Акция «Бессмертный полк. Место сбора. Сквер Ленинского комсомола». С самого утра сюда приходят сотни людей, даже тысячи, в руках у всех таблички с фотографиями своих родственников, павших в Великую Отечественную войну или тех, кто выжил и дошел до Берлина, как, например, мой дедушка. Это Пегов Михаил Михайлович. Он был призван на службу в 1941 году. Он служил вот на этих самых легендарных «Катюшах» и дошел до Берлина. Причем здорово, что на многих ресурсах, которые есть сегодня, популярных ресурсах в интернете, можно найти информацию о своих родственниках. И вот таким вот образом я нашла прям настоящие документы, подтверждающие награды. Сайты называются «Подвиг народа», «Память народа», «Мой полк». Причем на этих сайтах можно увидеть даже путь, который проделал герой. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года, всего 7 лет назад, в Томске. Это была идея трех томских журналистов. Один из них Сергей Лапенков. И он поздравляет всех севастопольцев с великим праздником Днем Победы. Я желаю нам всем мира. Я очень хочу, чтобы война оставалась в учебниках. И никогда больше война бы не была за окнами наших домов. И на этой войне бы не гибли люди, дорогие нам с вами. Сергей Лапенков подчеркивает, главные герои – Великой Отечественной. Люди. И правда, ведь на пути к победе они отдали свою жизнь. На полях сражений, в блокадном Ленинграде, в лагерях смерти. Благодаря им всем наш народ получил возможность строить свое будущее. Благодаря им было отвоевано наше право на жизнь. Это Климушин Михаил Емельянович. 1924 года рождения. С Воронежского фронта начал и освобождал. Был на Курской дуге. Потом Днепр, Харьков, Киев освобождал. Прошел всю Украину. Первый Украинский фронт. Был замком взвода разведки. Закончил свой путь военный под Сандомиром. Был тяжело ранен. Получил медаль за отвагу, орден Отечественной войны первой степени. И много медалей, наград у него есть. Прожил почти 89 лет. Имеет шесть правнуков. Ну вот, все, что я знаю об отце. Кто-то из великих писателей говорил, как только мы забудем свою историю, как только мы забудем свою войну, начнется новая. Нужно всегда помнить о тех жертвах, которые были. Мы очень гордимся, что есть люди в роду, которые воевали, и благодаря им мы живем. На фотографии это мой дядя. Он под Таганрогом погиб. Тяжело, как говорится, вспоминать, представлять, что родственники у людей гибли. Конечно, желание такое, чтобы больше такого не повторилось. Его звали Дмитрий Озеров, мой прадедушка. Он был испытателем танков. Перед тем, как танк отправляли на бой, его испытывали. Он садился, его обстреливали. Это очень опасная профессия. Бессмертный полк заявлен сразу после парада техники. Все с восторгом наблюдают за современными машинами. Наверняка они произвели бы впечатление и на людей, которые сейчас смотрят с портретов. Улыбаются собравшиеся ретроавтомобилем и мотоциклом. Как только заканчивается шествие колонны, люди с портретами занимают всю дорогу и выстраиваются в единую, бескрайнюю колонну. В первых рядах вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев с портретом своего деда Алексея Решетникова. Он прошел всю войну и встретил День Победы в Берлине. Он прошел войну с первого до последнего дня. Первый бой принял 23 июня 41-го года в составе 16-го погранотряда. Он был неподалеку от Брестской крепости, был ранен. После ранения вернулся в строевые части и всю войну прошел в составе роты военным шофером. Войну, победу он встретил 9 мая 45-го года в Берлине. Наши предки живы, пока мы их помним, их поступки живы, пока мы их помним. Поэтому это, как Классик сказал, нужно не мертвым, нужно живым. Нужно живым помнить, гордиться своим прошлым, чтобы уверенно идти в будущее. Севастопольский бессмертный полк шагает по городу, все вместе, плечом к плечу. Со старых черно-белых фотографий смотрят воины-победители. История одной великой победы состоит из миллионов рассказов. В итоге получается летопись целого народа. Народное шествие бессмертного полка, когда в одном строю потомки и наши герои, герои Великой Победы. Скажите, пожалуйста, а с кем вы сегодня пришли? Кто у вас на фотографии? Это мои тести и теща. Мы из Риги. Вы из Риги приехали на парад? Как вам впечатление в Севастополе? Замечательно. Все прекрасно, спасибо. У нас тоже проходит, но не так, конечно. Конечно. Воевал, чуть-чуть не дожил до победы. Погиб в 44-м году. Самое обидное, когда не дожили совсем немножко, правда? Зато благодаря им я могу с семьей сейчас свободно идти, радоваться, дышать свежим воздухом и сказать ему спасибо. Шествие продолжалось больше часа. По предварительным подсчетам организаторов, в Севастополе в нем приняли участие 55 тысяч человек. А по всей стране с портретами героев вышли миллионы людей. Тех, кто помнит и чтит память своего народа. Оксана Колесникова, Андрей Глушенко. Новости ИКС-ТВ. Новости ИКС-ТВ.